Родина птицефабрика. Ситуация следующая. Где-то до четырехнедельного возраста идеально себя птица ведет. Отличная сохранность. Там довольно 97%. И начиная с возраста 28-30 дней резко повышается смертность. И смертность доходит до 3-4% в день. Ну вот теперь, конечно, лучше бы видео посмотреть. О! Идеально. За работу? Да, за работу. Значит, здесь вы видите показатели. Мы видим, что где-то с четырехнеделем 97%. Да, падеж где-то с 30-40 голов, да, достигает уже по полторы тысячи. Что вставляет примерно 3-4% в день. На видео, пожалуйста, щелкните на первое. Я бы щелкнула, только у меня здесь вообще не то, что происходит. А вы смотрите туда и щелкнете здесь. Назад. Давайте назад. Давайте. При входе птичник, что мы наблюдаем. При входе птичник, что мы наблюдаем. Вот прямо сзади. Мы слышим шум. При входе птичник. Все видно. А кто это? Самое интересное, на экране все видно. Здесь ничего не видно. Назад можно немножко привести вон к шлюху. Здесь скрученный большой код. Теперь сворачиваем и на второе видео нажимаем. Академия Питая. Мы увидим тяжелую респираторную клинику. Видим нервные симптомы. Стадо обрабатывало к блюдам. Когда мы видим подобную картину, у нас по большому счету сразу в голове должно сплать две наиболее вероятные причины. Это либо грипп, либо Ньюкасла. Что мы можем сделать в качестве диагностики? Есть врачи? Да, вот мы видим такую картину. Вопрос на отсыпку. Активнее, пожалуйста. Есть врачи. Татьяна, руку поднимите Таня. А он у нас с Линьковым. Что, что? Ладно, другу. Линькова, Сергей. У меня одной идеи. Да? Скрыть, отлично. Производим скрытие. Видим повреждения трахеи. Видим, значит, здесь вот кривозыряние, где лимфоидный грань. На вскрытие взяли пять голов таких, еще живых. Ну, где-то вот видели небольшое такое окрашивание зеленые перья. Причем в пищнике это не видно, как правило. Это видно только при хорошем свете. На вскрытие основные повреждения были на бифургации трахеи кровоизлияния. Мы увидели повреждения, кровоизлияние, вот где лимфоидный грань, да? И одну голову нашли, ну, такие вот кровоизлияния. Между железистыми. Ну, вот смотрим, вот она реально. Даже не между железистыми, а в районе железистыми. В районе железистыми. Это все, что увидели на вскрытии. Давайте вопросы все-таки оставили на дискуссию. Дайте товарищу доложить. Ну, у меня вопрос к вам. Что мы делаем? Вменить пеникс. Сменить пеникс? Сменить пеникс? Сменить пеникс? Отлично. Парные. Сменить птицу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но тут есть одна проблема Лаборатории, которые могут это делать Они, которые могут это делать Которые отвалидированы на это Они все связаны с государственными органами И они в этом случае обязаны будут сообщить На сегодняшний плане, который вам предлагают сделать ПЦР на Нью-Касло Не верьте этому Это обычный ПЦР, который вам просто говорит Это промиксовирус первого типа И все То есть обычный ПЦР не может вам дифференцировать между вакциной И каким-то высоковерлентным вирусом То же самое по большому счету ситуация с выделением вируса и заражением Это делают исключительно авторизованные государственные лаборатории И если там получается позитивный результат Они будут обязаны сообщить по инстанции Получается, что единственный такой путь, когда мы можем проверить сами Убедиться, что не угасло это не угасло Остается по большому счету сирология Значит, совершенно верно Принцип парных проб Берем проб на момент болезни Ждем там неделю-полторы недели В данном случае, если острая идет проблема Недели будет вполне достаточно Проблем в лаборатории Смотрим, что получилось Значит, в данном случае Кровь была взята в возрасте 31 день И кровь была взята в возрасте 39 дней Мы здесь видим бронхит Антитела никак не изменились То есть бронхит мы можем исключать Из данной патологии Пневмовирус 39 дней отрицательно Пневмовирус исключаем из данной патологии Гриб птиц отрицательно Гриб птиц можем исключать из данной патологии Теперь доходим до Нью-Красла Не указано в возрасте 31 день. Средний титр на уровне 1000. Причем программа вакцинации, как вы можете видеть, достаточно мощная. В сутки делалось по 5,30, потом дважды делалось по 5 доз. Делалось в возрасте 15 дней и в возрасте 23 дня. Как мы можем прокомментировать данные титры? Низкие. Пожалуйста, комментарии, коллеги. Кто хочет прокомментировать руку, пожалуйста, вверху руку. Совершенно верно, титры достаточно... Прошу, 7 же секунды. Я думаю, что вакцина просто не дошла до птицы. Либо вакцина до птицы не дошла, либо банальная интерференция. Но опять же, можно сказать, что более 80% стана выглядело абсолютно нормально. Абсолютно нормально. То есть спокойно росло, доходило до убойного цеха. То есть это можно говорить о каких-то ошибках при проведении вакцинации, либо о каких-то явлениях интерференции. Совершенно верно. Через 8 дней, в 39 дней, мы видим, что титры стали до 15 тысяч выросли. Мы, когда такую картину была из-за увидели, сразу попросили лабораторию сделать РТГА. РТГА в возрасте 31 дней, этот же птичник, и РТГА через 8 дней, в возрасте 39 дней. Вам сразу могу сказать, что даже после инактивата таких высоких титров мы обычно не видим. То есть вот так вот выглядит реальный случай. Не так давно, где-то 2,5 месяца назад, я был на фабрике, где за 3 дня 80% птиц умерло. Вот, причем, когда птицу вскрывали, единственное, что мы увидели, это только, ну, понятно, есть респираторная клиника, да, тут глаза припухшие, там, износы, из глаз течет. Внутри, единственное, это слизь в трахеи. Все, больше ничего нет. 80% смертность. Опять же, если есть такая большая смертность, я вам гарантирую, это, значит, какие-то большие проблемы в программе вакцинации. Обычно, если приходит Нюкасло на более-менее нормальную вакцинированную птицу, то таких больших протей мы не видим. Ну, а теперь давайте плавно перейдем к профилактике, да, и таким, к современным подходам, связанных с профилактикой Нюкасло. При помощи, можно это уже на презентацию, при помощи рекомбинантных вакцин. Сначала мы с вами поговорим вообще, что такое есть рекомбинантная вакцина. Ну, да, да, все хорошо. Все хорошо. В рекомбинантной вакцине мы используем какой-то бактерию или вирус в качестве носителя. Так вот, вот этот носитель, он экспрессирует вставленные вот эти чужеродные антигены птицы. То есть мы вводим гены, которые кодируют там один или два протеина на поверхности вируса. И потом, когда мы вводим такую рекомбинантную вакцину птицы, то птица отвечает иммунитетом как на вирус-носитель, так вот на эти вставленные антигены. То есть, другими словами, мы сделали вакцину, для которой не требуется первоначального живого вируса, который может вызывать там всякие постфункциональные реакции и так далее. Итак, для того, чтобы сделать рекомбинантную вакцину против болезни Нью-Касла, мы взяли две вакцины, всем хорошо известный третий сиротип Марека, это герпес-видус-эндерик, взяли вакцину против болезни Нью-Касла, и из вакцины против болезни Нью-Касла взяли часть генома, которые ответственны за иммунитет, взяли часть F-протеина и поместили в вирус болезни Марека. Тем самым получилась рекомбинантная вакцина при вакцинации птицы, которой птица реагирует иммунитетом, как к вирусу болезни Марека, который использовался в качестве вектора, так и на вставленной, значит, вот эту вот на вставку часть вируса болезни Нью-Касла. Давайте посмотрим, как это вообще работает. Давайте посмотрим на стандартный вирус болезни Нью-Касла. На поверхности вируса Нью-Касла у нас есть два наиболее важных нам протеина, да? Это кемулатинин нейроминидаза и F-протеин. Которые очень важны для того, чтобы вирус мог соединиться с рецепторами клетки птицы. И F-протеин нам очень важен для того, чтобы передать генетическую информацию вируса непосредственно внутрь клетки. То есть здесь вы видите F-протеин. Вот это формирование F-протеина кодируется F-геном. Давайте вспомним, как вообще размножается вирус. Вирусная информация проникает внутрь клетки. И потом уже сама клетка птицы, как завод, начинает на основе вот этой вот информации ДНК собирать другой вирус. То есть уже внутри клетки собираются структуры. И от поверхности клетки отделяется уже готовая вирусная частичка. Так вот, внутри генома есть часть генов, которая отвечает за формирование F-протеина. F-протеин очень важный ген. Почему? Потому что он ответственный за прикрепление вирусов клетки хозяина. Да, то есть вот F-протеин делает такое, значит, отверстие в аптериальные клетки. Туда внедряется генетическая информация. И после этого вот эта клетка начинает распродать вирусные частички. То есть вот так развивается инфекция, вирусы болезнью Касла. Как устроен рекомбинант? Вот этот F-ген, который у нас очень важен для того, чтобы вирусная частичка заражала клетку, вытащили из вируса Нью Касла и вставили в геном вируса Марека, третьего серотипа Марека. Что происходит? Вот этот геном вставленный, он будет формировать на поверхности вируса Марека вот этот F-протеин. И когда мы вирус болезни Марека, вот эту рекомбинантную вакцину, вводим к птице, то, естественно, этот F-протеин, он является чужеродным для организма птицы. И, естественно, иммунную систему птицы будет выделять на него антитела. Да, вот эти получившиеся антитела будут защищать птицу от заражения вирусами болезни Нью Касла. А вот этот вот векторный вирус, вирус болезни Марека, третий серотип, будет защищать также от болезни Марека. То есть что происходит? Если вакцинированную птицу, в которой содержатся антитела, мы попробуем заразить вирусом болезни Нью Касла, то вот эти F-антитела будут связываться с F-протеином, и уже вирус Нью Касла не сможет заразить птицу, да, то есть не сможет прикрепиться в клетке, не сможет заразить птицу. Вот такой схематичный механизм, как делается, значит, вакцина рекомбинантная и как она работает. Каковы преимущества рекомбинантных вакцин? И почему сейчас производители все, почему многие компании говорят об этих вакцинах? Дело в том, что в случае с рекомендантными вакцинами отсутствуют какие-либо постфакцинальные реакции у нас совершенно. Это те реакции, которые мы очень часто можем наблюдать при введении вакцин против болезни Нью Касла, будь то Асота, будь то Клон-30, при приличном введении очень часто там через 5-6-7 дней мы можем наблюдать в уроке, да, и повышенный отход. Нет интерференции с материнскими антителами, либо с другими респираторными вакцинами. Это очень такой серьезный фактор, который нам мешает для составления программ вакцинации. Нет распространения вакцина у вируса. Мы знаем, что практически все живые вакцинные вирусы достаточно легко распространяются от птицы-птицы. Для некоторых это происходит безобидно, да, в случае, например, с вирусом болезни Нью Касла, да, там в случае 200 или там склон 30, мы можем наблюдать так называемую роллинг-реакцию, повышенную реакцию птицы, птицы на вот это вот распространение вакцинного вируса внутри стадии. Достаточно удобное однородное введение. Вакцина вводится как стандартный марк вакцина. Мы можем вводить однодневным цеплятором, мы можем вводить иного. Мы можем использовать рекомбинантную вакцину в качестве маркерной вакцины, используя так называемые ДИБО-стратегии, это дифференциация инфицированных от вакцинированных. Дело в том, что рекомбинантная вакцина не дает высоких титров, да, то есть титры там на уровне плюс-минус. И если вы вдруг увидите более-менее высокие титры, вы можете быть уже уверенными, что здесь и есть полевой вирус. Ну, естественно, простая программа вакцинации. Мы вводим фактически одну вакцину, получаем защиту как против марка, так и против вируса Непаса. Как любая вакцина, рекомбинантная вакцина обладает рядом особенностями. Первая особенность – это развитие иммунитета, потому что развитие иммунитета целиком и полностью зависит от вируса-носителя. В случае с рекомбинантной вакциной на основе вируса-болезни Марека, третьего сиротипа Марека, первую защиту мы можем наблюдать уже в возрасте двух недель, но полная защита в любом случае будет формироваться примерно к четырем-неделям возрастом. Поэтому в районах с высоким риском заражения Нью-Касла для того, чтобы защитить птицу вот этот вот период, пока рекомбинантная вакцина нарабатывает вот эти антитела, требуется вводить живую вакцину. Ну, естественно, здесь используются различные подходы к серомониторингу. Если в случае с традиционными вакцинами мы хотим видеть титры, и тем самым мы понимаем, что да, вакцина у нас сработала, у нас есть хорошие титры, у нас, значит, есть хорошая защита, то в случае с рекомбинантами вакцинами мы, наоборот, хотим видеть, не хотим видеть титры. Когда мы не видим титры, мы понимаем, что все у нас хорошо. Если вдруг мы видим титры, то мы понимаем, что у нас не все хорошо. Давайте посмотрим про эффективность. Как я уже говорил, защита начинается примерно с двухнедельного возраста и полностью формируется к четырехнедельному возрасту. Ну, обычно, когда опты проводятся с поем птицами, то там защита формируется несколько раньше. То есть, поем птиц защита уже полной формируется к трехнедельному возрасту. Опять же, это связано именно с размножением вируса-носителя, с размножением вируса Марека. То есть, мы в сутки вводим Марек, этот вирус Марека начинает у птицы размножаться. Значит, птица, иммунитет птицы постоянно стимулируется вот этим F-протеином, который на поверхности вируса Марека. Птица постоянно выделяет антитела. И мы знаем, какова особенность вируса Марека. Вирус Марека циркулирует в птице пожизненно. То есть, однократное введение в суточном возрасте дает нам пожизненную защиту против Нью-Касла, в случае применения рекоменданции. По поводу различных опытов, связанных с заражением. Мы проводили достаточно большое количество опытов, когда брали птицу в СПФ, птицу брали птицу с полевых условий, вакцинировали ИНОВАКС-НД совместно с СИ-2, совместно с ТОН-30, заражали. Так вот, суммировая, можно сказать, что если используется ИНОВАКС-НД совместно с ТОН-30, то вы практически видите заражение в 11 дней, в 19 дней, в 28 дней, в 41 день. Абсолютно полная защита. Если используется СИ-2, мы видим, что в 11-дневном возрасте защита на уровне 70%, но уже с 19 дней, да, 100% защита птиц. Опять же, это контрольное заражение. Если говорить по программам вакцинации, в районах с высоким риском заражения, это некоторые регионы СНГ у нас, это Ближний Восток, Азия, мы рекомендуем применять рекоменантную вакцину совместно с КЛОН-30 в суточном возрасте. Если же говорить про центральную Россию, то мы знаем, что КЛОН-30 опять же может вызывать поствакцинальную реакцию, то в этом случае, те, кто не так сильно борется вирусом Нью-Касла, где риск не такой большой, мы рекомендуем применять в сутки Си-2, то есть рекомендантную вакцину и Си-2 в качестве спрея. И больше не требуется никаких усиливающих для вакцинации, бустерных вакцинаций в течение жизни. Продолжительность иммунитета. В силу того, что вирус болезни Марека, вакцина вирус болезни Марека размножается в птице после введения пожизненно, то пожизненно этот рекомендантный вирус будет стимулировать иммунитет к выработке антител против Нью-Касла так же. Опять же, проводилась масса экспериментов. Здесь вы видите один из экспериментов. Птица, группа птиц вакцинирована на вакс-НД, зараженная в разных возрастах. Мы видим стопроцентную защиту. И птица, которая вакцинирована плацебо, мы видим, что защиты нет никакой. Она после заражения контрольного вся умерла. Рекомендантная вакцина на основе вируса болезни Марека применяется в инкубаторе абсолютно так же, как стандартная Марек вакцина, клеточная ассоциированная марочная вакцина. То есть это хранение в жидком азоте, требует специальной процедуры разведения. Мы знаем, что наиболее частые ошибки, связанные с вакцинацией Марека, это как раз процедура растворения вакцины. Да, то есть хранение обычной стандартной, как марочная вакцина, она выглядит абсолютно так же. Вы можете использовать подкожно-однодневным цыплятом, либо через аппарат иного. И такие глобальные выводы. Рекомендантная вакцина, основанная на третьем стеротипе Марека, индуцирует иммунитет как против болезни Марека, так и против Нью-Касла. Обращение с ней, так же как с обычной клеточной ассоциированной маечной вакциной в инкубаторе. Хорошая эффективность, да, в зависимости от программы, в зависимости от полевой ситуации комбинация либо с более такой сильной, с более реактогенной живой вакциной, либо с более мягкой живой вакциной. Отсутствие любых постфакциональных реакций и рекомендантная вакцина обеспечивает пожизненный иммунитет против Нью-Касла.